Екатерина – мама ребенка-инвалида. Ежемесячно на счет дочери приходит пособие, положенное ей государством в размере 12,5 тысяч рублей. В один прекрасный день Екатерина, придя снять деньги со счета, пособие не обнаружила. В настоящий момент банк занимается произволом. В части того, что незаконно ушли детские деньги, и незаконное безакцепное списание происходит. То есть списание без моего согласия. История Екатерины непростая. Что касается счета в Сбербанке, на который и приходит пособие, то его сначала арестовали судебные приставы в счет оплаты долгов по коммунальным платежам. Арест этот оказался противозаконным, так как деньги принадлежат ребенку-инвалиду, потому пособие было Екатерине возвращено. Зачастую такое имеет место быть, что при аресте денежных средств мы не располагаем информацию о том, какого характера денежных средств были арестованы. То есть приходит информация о номер счета и сумму. В службе судебных приставов говорят, сейчас таких случаев немало. Со Сбербанком они работают при помощи электронного документа оборота. Всему виной неотлаженная система наказания должников по штрафам, коммунальным платежам, налоговым сборам. Виртуальное погашение долгов пока налажено только со Сбербанком. По подсчетам специалистов, в прошлом году таким образом арест наложили на счета более 80 тысяч нижнекамцев. За долги свои тяжкие я, естественно, отвечу. Но причем здесь интересно несовершеннолетнего ребенка. Здесь вообще непонятно. Долги, за которые придется отвечать Екатерине, это кредиты. Их она взяла в Сбербанке. Вот и вторая часть этой истории. После того, как приставы поспешили вернуть обратно на счет деньги ребенка-инвалида, они тут же куда-то исчезли. Екатерина предполагает, их банк самостоятельно направил на погашение ее кредита, который она пока по объективным причинам не выплачивает. Соответственно, необходимо подойти к руководству Сбербанка, написать заявление о том, что были проведены списания денежных средств, которые не подпадают под те виды доходов, на которые может быть обращено взыскание. Что это было именно детское пособие, которое не обращают взыскание. И поэтому необходимо его вернуть. И уже как бы Сбербанк, он тоже закон не может нарушать. Он эти денежные средства должен возвратить будет. Возвратит ли банк деньги в этом случае, пока не ясно. Сейчас Екатерина подала заявление в полицию, также действие банка. Она решила оспаривать в суде. Как уверяют судебные приставы, по закону любой взыскатель может вернуть свои деньги со счетов должника. Сделать это может и банк. Вот только с нашей неотлаженной системой часто под угрозу попадают счета инвалидов. А это уже нарушение. Мы обязательно проследим за этой историей. Екатерина Разина, Евгений Лызаев, Максим Липин. Новости НТР.